О главных новостях Украины и мира узнать и в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Узаконили? Верховная Рада разрешила трансплантацию органов после смерти с согласия донора, за что еще голосовал парламент. Очередная порция. Дональд Трамп поручил Госдепу готовить новые санкции против России, что опять нарушила Москва. Первая награда исландско-украинский фильм получил при сканах, что впечатлило критиков. Историческое решение сегодня приняли в Верховной Раде. Нардепы разрешили трансплантацию органов после смерти, если есть прижизненное согласие донора. Такое решение позволит сохранить десятки жизней и обеспечит прорыв в медицине. Как голосовали депутаты, какие аргументы звучали и что еще сегодня приняли в здании под куполом, обо всем далее в материале. Крестиком, бисером и гладью белые, синие и черные парламент сегодня радует глаз. Нардепы не упустили возможность надеть свои вышиванки. Это подарок. И подарок, который я просто отримала с великой вдячностью, потому что я действительно хотела, чтобы это была сукня. Я все-таки убрала в этом роде стриманную, витчизненную, не дизайнерскую, фабричную, обычную вышиванку. В таком же едином порыве Нардепы сегодня и законы принимали. Первым делом документ, который не успели рассмотреть вчера, законопроект о трансплантации, который дает право украинцам самостоятельно решать, готовы ли они стать донором органов после смерти. В соответствии с этим закону, планируется объединение Украины в международные мережи, чтобы украинские граждане, те, которые потребуют трансплантации, могли отримать и помощь от международной общины. В Украине каждый день умирает 10 людей через отсутствие органов для пересадки. Только одницы получают шанс на операцию с трансплантацией. Лекаря на сегодня без силы наши, фаховые профессоры, через то, что у них связаны руки законодавчо. И государство должна втрутиться в этот процесс. Наши медики не один раз уже демонстрировали, что могут и умеют проводить операции по пересадке сердца или нерки, или другому органу, не лучше, чем за кордоном. До меня обратилась родина оцей девочке, Харкевьянке, 9-летричной Полиной Дубовою. Вона ждала 4 лет на пересадку сердца, но не дочекалась. Будь ласка, все фракции, все депутатские группы, поддержите этот закон. Против принятия закона выступили радикалы и оппозиционный блок. Чи сегодня есть проблема изменять ситуацию с трансплантологией? Есть. Но я вас запитую, в какой цивилизованной стране запускается законопроект про трансплантацию, когда идет война, когда идут боевые действия, и когда не только умирают люди, они и пропадают без вести. И мы требуем, чтобы этот закон начался действовать после завершения боевых действий и войны. Нас не понимали и не слышали, поэтому данный законопроект мы поддерживать не будем. Команда радикальной партии пропонует реальный план, не профанация, которую сейчас занимается влада, в том числе и протягивая вот такие законы, а реальные, конкретные решения, спрямованные на то, чтобы миллионы людей могли купить леки, могли полековаться и врятовать свое життя. Звольнение от ПДВ, контроль за ценноутворением, обмежение рентабельности, криминально ответственность за фальсификацию леков. Вот что требует украинцам. Тем не менее, у нардепов хватило голосов на принятие документа в целом. 255 за, закон принятый. Принятие следующего документа в сессионном зале ждет и глава Госбюро расследований. Когда парламент создавал этот орган, то нардепы не учли, как набирать детективов. Поэтому сегодня пришлось технически урегулировать процедуру. Это будет безпрецедентный следственный орган. Я напоминаю, что до него переходят следственные функции не только прокуратуры, а и многих других правоохранных органов. Он будет рассматривать дела о коррупции в Национальном антикорупционном бюро и в антикорупционной прокуратуре. В законопроектах, которые были приняты, вкралися позиции, которые не позволяют полностью запустить Державное бюро расследований в частине детективов, их призначения и выполнения них функций. Этот законопроект надает возможность обирать 140 руководителей в центральном аппарате и обирать оперативный блок. У нас 1 вересня мы запустим работу. С какими ресурсами это будет зависеть от вас? 265 за. В первом чтении документ приняли и решили по сокращенной процедуре подготовить его ко второму. За основу нардепы проголосовали и президентский закон о валюте. Смотреть, как принимают этот документ, пришел даже глава Национального банка Яков Смолей. Законопроект призван снять ряд валютных ограничений и сделать операции более свободными. Инвестование за кордон в рамках лимитов больше не будет вымогать индивидуальных лицензий. Вместо валютного контроля для операций на сумму понад 150 тысяч гривен предназначается валютный нагляд. Операции до 150 тысяч гривен не подойдут нагляду взагалі. Не будет нужна регистрация кредитов от нерезидентов. Одной из ключевых новел законопроекта есть скасывание санкций. Мова идет про скасывание такой санкции, как зупинение внешней экономической деятельности и втрата лицензии. 250 тысяч за решение принято. Если законодательная работа у Нардепа сегодня получилась на ура, то с кадрами не сложилось. До центра сберкома так и не дошли. Просто идут банальные торги за посады. Это агитно, потому что центральная выборчая комиссия, орган, который должен принимать решения и подтверждать выборы, он практически перетворится в такую президентскую контору. А это очень плохо для демократии в стране. Выборы должны быть честными. Вы знаете, что сейчас идет дискуссия по выборам, потому что мажоритарная система перетворилась в банальную скупку голосов. И мы поддержали в первом читании закон, который позволяет выбрать по открытым партийным спискам. Этот закон прошел первое читание. Он, кстати, авторство спикера парламента. И несколько раз я его спросил, почему он не вносил его на второе читание. Они рассказывают, что много правок. Мы говорим, давайте вносить и принимать этот закон. На самом деле для страны и для людей важнее принятый закон о трансплантологии, чем состав ЦВК, который волнует только, извините, ту межпуху, которая вот тут на Печерске находится. Потому что будет в стране новый ЦВК, в этом нет сомнений. Произойдет это сегодня или через несколько недель. Это не так принципиально важно. Согласно с резолюциями парламентской ассамблеи Рады Европы, даже не в складе кандидатов до ЦВК, а в складе ЦВК должны быть представители всех политических фракций, представленных в парламенте. Мы третье по величине фракция в парламенте. И мы требуем, чтобы наши интересы были учтены, и наши представители с контрольными функциями входили в состав Центральной избирательной комиссии. Исходя из количества депутатов нашей фракции, мы предложили двух кандидатов в члены ЦВК. Эти предложения не учтены. Поэтому мы поддерживать этот состав ЦВК не будем. И мы считаем, что при его формировании не соблюдаются права оппозиции. Раз не соблюдаются права оппозиции, значит, лазь готовится к выборам, которые пройдут не по самым, скажем так, мягко высоким демократическим стандартам. В любом случае, кадровые вопросы снова перекочевали с анонсом о голосовании на следующую пленарную неделю. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Вадим Ревун, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Вадим Рабинович чаще всего манипулировал информацией Саакашвили. Больше всех врал. А вот Олексий Гнебок чаще преувеличивал. Говорил правду Владимир Гройсман. Такие результаты мониторинга высказываний украинских топ-политиков за первый квартал 2018-го от ВОКСЧЕК. Впрочем, информацию, которую публично наговорил Рабинович, уже начали проверять антикоррупционеры. Продолжение далее в справке. На БУ расследует незаконное обогащение Вадима Рабиновича. Об этом бюро сообщило информационному ресурсу «Украинские новыны». Официально антикоррупционеры, по имеющимся фактам, открыли уголовное производство и внесли его в ЕРДР. Сейчас детективы собирают улики. Известно, что дело открыли по статье «Незаконное обогащение» и внесение нардепам недостоверных данных в электронную декларацию. Впрочем, скрывать свои доходы и имущества от общественности для Рабиновича дело привычное. На днях журналист Василий Кручак выяснил, что парламентарий официально зарегистрирован и владеет вот этой виллой в израильском городе Битана Харон, вблизи Тель-Авива. Это место-заповедник, туристический, исторический центр. А недвижимость здесь стоит десятки миллионов долларов. Впрочем, об этой элитной вилле на земле обетованной в декларации Рабиновича ни слова. Отмалчивается парламентарий и о своем израильском гражданстве. По информации журналистов, еще в 1994-м Рабинович репатриировался вместе с семьей и получил имя Давид. Не афишируют нардепы аренду вот этой элитной недвижимости под Киевом в Конче-Заспе. Ежемесячно за такую роскошь платят более 10 тысяч долларов. Но бывает здесь крайне редко. А эта вилла на печерских склонах столицы тоже принадлежит Рабиновичу, хоть и записана на его супругу. В элитном районе столицы не каждый бизнесмен может похвастаться жильем в 700 квадратных метров. Откуда деньги на такую роскошь, парламентарий так и не объясняет. Впрочем, независимые журналисты подозревают, что Рабинович – содержанка российского бизнесмена Павла Фукса. Полученные от него деньги, это почти 23 миллиона гривен, якобы за продажу земли парламентарий внес в декларацию. А по факту стоимость вот этого участка в Бориспольском районе, который ранее принадлежал супруге нардепа, завышена в 18 раз. Махинациями Рабиновича возмущены большинство парламентариев. Не исключают, что в скором времени в Верховную Раду поступит представление о снятии с него депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности. Дело Кирилла Вышинского. В Херсоне суд сегодня избрал меру пресечения руководителю информагентства РИА Новости Украина. Вышинского подозревают в госизмене и ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Чем завершили слушание, об этом далее. Следователи уверяют, что получая финансирование из России, Вышинский размещал на сайте информагентства статьи антиукраинского содержания. У Вышинского два паспорта – украинский и российский, а значит, считают правоохранители, он может скрыться за границей, поэтому просят заключить его на два месяца в СИЗО. В подтверждение своих слов представитель обвинения приводит результаты экспертизы материалов, появлявшихся на сайте. Вышинский и его адвокаты считают эту экспертизу некомпетентной, мол, многие из переведенных статей публиковались абсолютно разными авторами в рубриках «Чужая точка зрения», но содержание интервью с экспертами попросту не отражает мнение редакции. Есть интервью, где понятно, что журналист берет у кого-то интервью, и тем самым ясно, что не журналист излагает свою точку зрения, а он просто-напросто знакомит широкую общественность с чьей-то точкой зрения. Так вот, эксперты, которые проводили эту экспертизу, из того, что я услышал, не различают вот таких очень серьезных жанров, понятий для любого журналиста. Обвинение, в свою очередь, парирует. Материалы, мол, размещались в ленте новостей манипулятивным образом. Вышинский это отрицает. Открытое против него уголовное производство называет политической провокацией и наступлением на свободу слова. Да, у меня два паспорта. Ну, послушайте, у десятков тысяч людей на Закарпатье два паспорта, украинский и венгерский. Это что, для кого-то новость? В итоге судья выносит решение. Журналист отправляется в СИЗО без возможности внести залог. Выпытание за доверие застосовывать до продолжения Вишинского к Кириллу Валерьевичем 19 лютого 1967 года нарушения за попильный захват в виде премии под вакцией. Адвокаты Кирилла Вишинского намерены обжаловать это решение в апелляционном порядке. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Херсон. В ОБСЕ обеспокоены задержанием Кирилла Вишинского. Об этом говорится в заявлении представителя организации по вопросам свободы СМИ Орлема Дезира. Он призывает власти воздержаться от ненужных ограничений на работу иностранных журналистов. По мнению Дезира, борьба с пропагандой не должна стать, цитирую, непропорциональным вмешательством в деятельность СМИ. Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетил Днепропетровскую область. Программа была достаточно насыщенная. Глава государства принял участие в открытии школы в поселке Соленое и проинспектировал строительство объездной дороги. Подробнее Елена Миндалюк. Почти за 40 лет существования в школе номер один города Соленое ни разу не проводился капремонт. В прошлом году начали реконструкцию. Работы продолжались 11 месяцев. Теперь здесь учатся около 700 детей. И не только из Соленого ездят со всей области. У нас есть современные лаборатории, которые позволяют проводить исследования. В нашей школе созданы все условия для людей с особой обеспечениями потребами. От старой школы остались только стены. Внутри все новое и современное. В классах мультимедийные доски, компьютеры. Вместо обычного стадиона настоящая спортивная база. Также у нас есть новая портативная метеостанция, про исцеление якої мы, честно говоря, даже не знали до этого часа. Сегодня в школу приехал президент Украины. Одним из главных приоритетов Петр Порошенко назвал образование. Подобно школе в Соленом, учебные заведения реконструируют по всей стране, заявил глава государства. Также он отметил, что особое внимание уделяется и строительству украинских дорог. Сегодня Петр Порошенко проинспектировал, как идут ремонтные работы на окружной Днепра. По словам президента, строительство стало возможным благодаря децентрализации и так называемому таможенному эксперименту, когда 50% от перевыполнения плана сборов идет на реконструкцию дорог. Перш за все, мы сьогодні маем возможность переконаться, что то решение, которое было принято мною о започатке митного эксперимента и начале кардинальной новой программы о дорожном строительстве, сейчас это втетируется в жизнь. Мы сейчас в Днепре, и в области есть несколько пріоритетных направлений. Ці напрямки складають будівництво або капітальний ремонт дороги на Київ. Це те, про що роками мріяли мешканці області і які за 26 років так і не дочекалися. Сейчас уже готово около 12 км дороги сдати объект строителя, надеяться, уже к лету. Мы в этом году очень хотим сдать полностью запорожскую трассу. Запорожская область дает свою. Вот впервые за годы независимости два крупніших промышленних областних центра страны будуть связаны ровно, прямой, нормальной дорогой европейського качества. Ближе к обеду в Днепре местные жители собрались на флешмоб, посвященный Дню Вишеванки. Более полутора тысяч человек, и это рекордное количество, выстроились, образуя карту Украины. Присоединился к ним и президент Петр Порошенко. С помощью разноцветных модулей выложили 13 узоров. Елена Медлёк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, буквально минувшим вечером боевики из Градов у миномётов крупного калибра обстреляли жилые дома в Старой Авдеевке. А сегодня утром ударили из тяжёлых орудий по посёлку Николаевка-2. Там разрушены четыре дома. Потом мины прилетели во двор школы в Светлодарске. В этот момент там находилось 400 детей. Чудом никто не пострадал. Жаркая на передовой все подробности знает наш военкор Ирина Баглай. Миномёты 120-го калибра. Куда уже более очевидное доказательство, что боевики используют запрещенную минскими договорённостями артиллерию. Их наши разведчики увели у противника прямо из-под носа, когда мортиры были уже нацелены на Донецк. Боевики готовятся открыть огонь. Проверить эти разведданные в серую зону вышла группа наших разведчиков. И там убедились в достоверности информации. Они хотели оттянуть их в серую зону и обстрелять жилый сектор. Донецка. Украина Донецка. Таким образом, они хотели дискредитировать Збройные силы Украины. Но ребята в этот раз решили ждать. И командир из одного подразделя команду выручить в серую зону. На руку нашим разведчикам сыграла халатность боевиков, бросивших свое оружие без присмотра. Их певний час не было для этих минуметов. По одному их начали тягать. Каждый весом более двухсот килограммов. На колесном ходу пехотинцы выкатывали их один за другим, рискуя жизнью. В это же время врага отвлекали побратимы на передовых позициях. Не исключено, что именно из этих минуметов боевики не единожды обстреливали Красногоровку и Марьинку. Теперь жители могут надеяться на временное затишье. А вот на позициях ни дня без обстрелов. Было тихо, спокойно. Начали сначала с нейпера. В основу не стреляют тамбы и дальше по телеконам. Вот только выгляните и попадают. Это человеку по ходу скучно. Пошел посидел. пострелял потом ушел. То есть у них нет системы определенной. Под такой выстрел попал и Вячеслав едва заступив на пост. Я вечером выглядел в тепловизор и как раз мимо пролетел. Мы только выглядел пару секунд приходим и начинают стрелять. Четыре или пять больничек. С чего они стреляли оттуда? С ПТРД с автомата. С этих позиций и ведут огонь боевики. Там кто-то двигает. Вражеские снайперы засели в зарослях и одновременно стреляя стараются загнать наших наблюдателей в укрытие. На такой огонь у пехотинцев короткий ответ. Этого оказывается достаточно, чтобы подавить провокации наемников и обеспечить тишину. Ирина Баглай, Евгений Пахальчук, Игорь Щепет. Подробности телекнал Интер из Донецкой области. Санкционный удар Дональд Трамп поручил Госдепу подготовить новые ограничительные меры против России. Сообщение Белого дома весьма лаконично. Президент дал поручение Майку Помпео в кратчайшие сроки положить ему на стол предложение новый пакет санкций. Госсекретарь должен обсудить их с министрами обороны, торговли, финансов, с директором национальной разведки и дать согласованный всеми ведомствами вариант. Его Трамп и направит в Конгресс. Решение должны принять на Капитолийском холме. Формальный повод нарушения России так называемого договора РСМД о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые еще во времена перестройки в 87-м Горбачев и Рейган подписали. Две страны тогда договорились ликвидировать целый класс вооружений, баллистические и крылатые ракеты наземного базирования не разрабатывать и не испытывать их вновь. Кремле сейчас отреагировали моментально, мол, Россия никогда не нарушала договор, четко следует своим обязательствам и намерены их и дальше выполнять. А в российских хотят выйти из соглашения и чтобы сделать это красиво решили обвинить Россию. Ну как же не нарушают, сказали мне в Пентагоне, когда Россия не просто разработала новую крылатую ракету наземного базирования, но и установила две батареи с такими ракетами в своих воинских частях. Американцы даже знают где именно они находятся. Ну в частности меня назвали полигон Капустин-Яр в Астраханской области. Фигурантам новых санкций, тем кто причастен к невыполнению договора или содействовал разработке ракет, грозит теперь запрет на въезд в США. Их внесут в черный список лиц, с которыми не могут сотрудничать американские компании и граждане. По закону возможны и любые другие санкции, которые президент сочтет уместным. Понятно, что сам Трамп может и не хотел бы усиления санкций, он по-прежнему верит в возможность потепления, но Конгресс настроен очень жестко и это не проигнорируешь. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. А вот снятие санкций Евросоюза с Россией зависит только от выполнения минских договоренностей. Об этом в очередной раз напомнила Ангела Меркель накануне визита в Сочи. Завтра канцлер Германии помимо украинского вопроса лично обсудит с российским лидером иранскую сделку и конфликт в Сирии. Это будет первый заграничный визит Меркель после переизбрания канцлером. Полная забастовка железнодорожники массово объявляют протесты. Останавливается работа локомотивных депо и даже металлургических комбинатов. Чем недовольны транспортники и какая главная причина остановки украинских локомотивов подробности в нашем материале. Депо Кременчук не поедет ни на километр пока не будут выконаны наши вымоги. Остановленные локомотивы пустые вагоны. Машинисты железнодорожного депо Кременчук бастуют третий день. Наши требования игнорируются. ПАТУЗ абсолютно ведет политику игнора и никакой реакции. А отреагировать нужно, причем срочно. Депо Кременчуга принадлежит Укрзалезнице. Но вот руководство железнодорожников своих подчиненных не слышит. Максим работает в депо больше 10 лет. Уверяет, проблемы с подвижным составом были всегда. Но сейчас состояние локомотивов просто аварийное. Более 90% всего подвижного состава УЗ находится в аварийном состоянии. Это вагоны, это локомотивы. Все, что связано с безопасностью, крайняя мера изношенности. Свои обязанности железнодорожный монополист не выполняет и в вопросе оплаты труда. Зарплату людям не повышают, хотя по закону обязаны. На протест транспортников сразу отреагировали в Верховной Раде. Рабочая группа парламента предложила встретиться и обсудить проблемы железнодорожников. Но в последний момент от диалога отказались. Проблему пытаются решить в комитете соцполитики. исполняющий обязанности главы комитета Сергей Каплин приехал на встречу с протестующими. Мы вчера створили рабочую группу. Сегодня в рабочую. Нам же нужно не только сбастовать, нам только результат. Сегодня в рабочую группу дадут людей из Министерства инфраструктуры, из Укрзалезницы. Я на такую встречу сам ходить не буду. Я буду ходить в рамках в складе нашей рабочей группы. А это локомотивный цех предприятия Арселор Миттл Кривой Рог. Смена из 150 человек на рабочие места сегодня вышла. Но к обязанностям не приступила. Говорят, состояние тепловозов прямая угроза их здоровью и жизни. Мы сейчас отказываемся работать на несправном технике, так как угроза безопасности движения паровоза. Еще три смены локомотивного цеха также поддержали акцию протеста. Люди выходят за смену там 300-400 гривен получают. У нас уже с этого года, я не знаю, смертельных случаев больше, чем в АТО их было. Рабочих локомотивного цеха поддержали и другие сотрудники предприятия. По подсчетам профсоюза это несколько тысяч человек. Средняя зарплата по ремонтному производству чистыми это 6-8 тысяч. Я считаю, для условий, в которых работает ремонтное производство, это просто не чистая зарплата. Из-за акции протеста предприятия на грани остановки, уверяет руководство. Необходимо выполнять остановку газопроводов. Эта операция достаточно опасная. Произойдет тотальная загазованность прилегающей территории. Возможно, изменение розоветров, попадание этой газовой смеси, причем в количестве миллионов кубометров в район, близлежащих к комбинату. Этими заявлениями, говорят рабочие, их пытаются запугать и уверяют, протестовать будут до выполнения своих требований. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Вопрос о повышении зарплаты пенсии обсуждали премьер Владимир Гройсман и представители Минсоцполитики на выездном заседании в Харькове. О чем говорили и какие еще изменения ждут украинцев, расскажет Светлана Шакера. Заседают не в столице, а в регионах. Это в Минсоцполитике практикуют не впервые. Осенью собирались в Одессе, сегодня в Харькове. В небольшой преамбуле премьер сообщает, в первом квартале экономика выросла на 3%. К концу года обещают все 5%. Реформируют и пенсионную систему. Бедным помогут субсидиями, но правила их начислений изменят. Благодаря децентрализации миллиарды гривен остаются в регионах. За счет этих средств, говорит глава облгосадминистрации, решают самые насущные вопросы. Помощь переселенцам, а их в области 125 тысяч человек, участникам АТО и Чернобыльцам. В Харьковской области мы запроваджуем новые программы, областные программы, которые дают возможность получения житла для воинов и участников АТО, а также реконструировать помещения для внутренне перемещенных людей, чтобы они смогли находиться и проживаться. Выделяем финансирование для помощи и Чернобыльцам. Я задоволен в целом не только вопросами реализации социальных инициатив, а в целом задоволен как премьер-министр работой главы областной государственной администрации Юлии Светличной. Я считаю, что она на своем месте. Я вижу абсолютную ответственность. Харьковщина очень классный регион с величезным потенциалом и наше завдание просто допомогти его открыти. Два часа заседания за закрытыми дверями. Премьер рассказывает, что повышение пенсии будет теперь системным. Глава Минсоцполитики в свою очередь обещает выплаты пересмотрят. В следующем году нужно переглядать пенсию соответственно до уровня инфляции и индексу зарослания заработной платы. Это значит, что уже начиная с следующего года, это будет с 1 березня, будут переглядывать пенсии, подвышенные. Заехал Владимир Гройсман в новое здание филармонии посмотреть на реконструкцию, которая ведется за госсчет. Музыканты тут же устроили импровизированный концерт. Метростроевцы показали Владимиру Гройсману первую сотню метров тоннеля к новой станции Харьковской подземки. 200 метров планируют построить до конца года. Светлана Шекер, Александр Яновский, подробности телеканал Интерхарьков. Черниговской области запустили первый за 20 лет завод, построенный с нуля. Новый производитель занимается изготовлением хлопьев и находится в поселке Михайло-Коцубинска. На открытие побывала и Юлия Жешко. Здесь, в самом центре Черниговской области празднуют рождение нового украинского производителя. Компания запустила экологически чистое производство, а вот поддержать производителей приехали даже представители власти. Новый производственный комплекс выпускает зерновые хлопья и каши. Его особенность в том, что здесь одновременно выращивают, перерабатывают и фасуют исключительно украинский продукт, выращенный на украинских полях. Перший завод, который построен за последние 20 лет в Украине полностью под ключ. Можно дальше вказать много особенностей, но одна из особенностей этого завода это то, что он безвидходный. Все энергоресурсы, которые используются в процессе производства пара и производства пластиковых, мы получим из нашей котельницы, а котельница работает на польном, который как раз есть отходами. Благодаря передовому оборудованию и технологическим инновациям, а именно двойной фильтрации воды и пропариванию хлопья наилучшим образом сохраняют свои полезные свойства. Предприятие успешно получило международный стандарт качества ФСС Си 22000. Отметить стандарт работы производства приехал губернатор Черниговской области. Политик уверен, такие бизнес-проекты привлекают инвесторов в страну. Это одно из предприятий, которое открывается в этом году. Функция местной власти не поддерживать, а создавать условия для нормального развития бизнеса. И такие компании безусловно нужны. Особо привлекательными для инвесторов являются те проекты, которые выпускают продукцию, востребованную не только в Украине, но и за ее пределами. Для инвестора поверить и сделать инвестиции, это поверить первое в государство, в регион, в область. Также два года я поверил в команду действительно восприниманных и высококвалификованных работников. Поэтому сегодня мы принимаем участь в открытии этого уникального предприятия в Украине. Производительный комплекс обеспечивает все от контроля приема сырья до полной автоматизации производства. Это позволило снабдить украинского потребителя зерновыми хлопьями мирового класса. Юлия Жешко, Алексей Шматов, подробности телеканал Интер. Крупнейший российский производитель минеральных удобрений Еврахим уходит с украинского рынка. Причина ужесточения к обминам антидемпинговых пошли на импорт карбамида и аммиачной селитры. Об этом заявляют при службе компании. Напомню, еще в марте по просьбе нардепов правительство ввело новые санкции против производителей удобрений из стороны агрессора. Ведь за прошлые несколько лет Украина заплатила РФ за импорт удобрений более полумиллиарда долларов. А наши заводы из-за этого простаивали. В военной прокуратуре также не раз заявляли о том, что Еврахим спонсирует боевиков на востоке Украины и поставляет производство оружейного пороха. Эммануэль Макрон разочаровал Албанию и Македонию на саммите Западной Балканы и ЕС, который проходит в Софии, президент Франции скептически высказался о расширении Евросоюза. Как сообщает издание «Политика», Макрон заявил, что поддерживает сближение балканских стран с Европой, но отметил, любое новое расширение необходимо рассматривать с большой осторожностью. При этом Албания и Македония надеются в следующем месяце получить добро на начало переговоров о вступлении в ЕС. Виза с сюрпризом немецкому журналисту, который расследовал применение допинга в российском спорте, неожиданно выдали визу в Россию, но теперь уже он сам не хочет ехать на Мундиаль. Почему, знает Татьяна Лугунова. Захая Зеппельта просили всем миром руководства ФИФА, представителей международных журналистских организаций, влиятельные европейские политики во главе с канцлером Ангелой Меркель. И Россия все-таки пошла на уступки. Журналисту и допинг-эксперту телеканала АРД выдали визную визу для освещения чемпионата мира по футболу, но сделали это очень своеобразно. Виза в придачу еще и повестка. Хаю Зеппельту разрешили приехать в Россию на Мундиаль в виде исключения, но предупредили. По приезде его вызовут на допрос в Следственный комитет страны. Там с журналистом хотят поговорить о его нашумевших расследованиях о применении допинга в российском спорте, из-за которых ряд атлетов из России отстранили от участия в международных соревнованиях. Такая постановка вопроса смутила и самого Зеппельта, и руководство компании. В АРД уже заявили, будут думать, насколько целесообразно и безопасно отправлять журналистов в командировку, совмещенную с допросом. Тем более, что и Зеппельт на поездке уже не настаивает. Дескать, предложение в перерывах между матчами посетить Следственный комитет России звучит не очень заманчиво. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеренко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Украина получила первую награду в Каннах. Фильм «Женщина на войне» совместного производства Украины, Франции и Исландии награжден за лучшую музыку во время недели критики на кинофестивале. С подробностями из Канн. Елена Абрамович. Исландская экоактивистка решает удочерить девочку из Украины. Ее размышления и сомнения сопровождаются музыкой, украинскими народными песнями. Режиссер этой ленты, исландец Бенедикт Эрликсон, сначала подумывал снять фильм в Болгарии, а не в Украине. Но потом рискнул и не зря. Именно за музыкальное сопровождение лента получила награду в Каннах. Этого Украина уже заработала себе имя в Каннах и не в последнюю очередь благодаря режиссеру Сергею Лозница. В этом году Лозница привез ленту «Донбасс». Именно этот фильм открыл вторую по важности программу фестиваля «Особый взгляд». Сегодня был его третий рыночный показ. И хоть на официальной площадке нашу страну представляют всего две работы, за кадром на полях фестиваля продвигают свое кино десятки талантливых украинцев. Когда я был единственником Украины в Каннах, но сегодня тут есть сто людей из Украины, продюсеров, актеров, молодых режиссеров. И это очень важно, что мы не просто декларуем то, что мы вступаем в Европу, а то, что мы в кино действительно полноправными участниками европейского процесса. Молодой режиссер Марина Степанская успела продать права на показ своей картины «Стримглав» нескольким странам. Мариса Никвитюк поучаствовала в программе для молодых талантов от Госкино Франции. Поработали тут и над рекламой долгожданного анимационного фильма «Мамка». Из Кан Елена Абрамович Евгений Каминский подробности Европейское бюро телеканала «Интер». День украинской вышиванки Марина Порошенко отмечала в Одессе. Там она присоединилась к вышивке рушенка национального единства «Солнечная Одессина». Полотно длиной 7 метров создавали три года работали более полутора тысяч жителей области. Мастера применили 17 техник швов характерных для этого региона. Вместе с детьми воинов АТО Марина Порошенко также вклеила фото их насколько Украина мирная держава а украинцы мирные люди которые прагнут только мир спокойно светлого солнечного неба над головой и лучшего будущего своим детям вам. А в Киеве прошел традиционный флешмоб в вышиванках. Имена самой младшей и самой старшей участниц вошли в книгу рекордов Украины. Разница в возрасте 86 лет. Идею установить национальный рекорд поддержал фонд Александр Третьякова. Чтобы принять участие во флешмобе нужно было просто прийти на праздник в вышиванке и назвать свой возраст. В этом году вместе с организацией Женщики Берегини мы спланировали регистрацию рекорда. Так было запланировано что и на меньший будет участник и на старейший будет участник. 86 лет и наименше это 2 месяца. Я на это свято ходу каждый год сколько это начали святкувать. И в вышиванках ходили, когда на хрещатик можно было встретить одну или две люди с вышиванкой. Вы понимаете, для меня это свято. Это свято, которое объединяет и больших, и маленьких, которое передает объединение роду. Больше новостей как всегда на нашем сайте подробности UA. А завтра не пропустите итоговую программу подробности недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. КОНЕЦ